Привет всем! В сегодняшнем нашем уроке мы поговорим о keyframeshape. Это еще один генератор эффектов, который присутствовал. Это последний, который был добавлен в Titan. Он достаточно интересный, а также достаточно мощный, если знать, как им обращаться. Я вам покажу сегодня несколько примеров работы с ним. Итак, для того, чтобы начать работу, надо опять вспомнить уроки по пикселмаппингу. В этом уроке, в уроках по пикселмаппингу, я объяснял о том, что пульту требуется знать расположение приборов в 2d пространстве для того, чтобы знать, как кидать на них эффекты. То есть, если вы хотите, чтобы эффекты у вас играли, чтобы эффекты правильно играли в группе ваших приборов, значит, надо расположить приборы так, как они находятся в 2d пространстве. То есть, первым нашим примером будет группа бимов. Вот на задней стенке у нас 100 лет бим робе. Вот, там 4 ряда по 10 приборов. И так, для того, чтобы пустить на них эффекты, чтобы они правильно работали, мне надо показать пульту о том, что эти приборы у нас находятся как 4 ряда по 10 приборов. Для этого есть вариант, как я показывал в уроке по пикселмаппингу. Нажимаете эффекты пикселмаппинг. Пиксел маппер редактировать расположение приборов в группе. Сейчас нажимаете сюда, нажимаете группу. Вот. В данный момент, если бы я запустил бы эффекты, вы бы увидели, что эффекты бы правильно не сработали. Почему? Потому что вот эта поверхность, которую я сейчас увеличиваю, уменьшаю, это называется рабочая поверхность. И все приборы, которые попадают в эту рабочую поверхность, на них будет срабатывать эффект. То есть, в данный момент рабочая поверхность только включает последний 4, то есть верхний ряд из приборов. То есть, значит, если я запущу эффект, эффект будет только ложиться на эти 10 приборов. Для того, чтобы раскидать приборы правильно, теперь что мне надо сделать? Я выберу второй ряд приборов и перекину их сюда. Третий ряд приборов сюда. И четвертый ряд приборов вот сюда. В уроке по пиксельмаппингу я использовал Titan 1 и там все клавиши управления, работы с этим окном были вот здесь вот на кнопке находились. У пультов, таких как Titan Mobile, Tiger Touch и Arena пульт и Expert клавиши находятся вот здесь. И у кварца клавиши находятся вот здесь. То есть, если вам нужно было, если у вас, скажем, поверхность рабочая была бы слишком большая, выбрана и вы хотели бы ее срезать, вы просто нажали бы на клавишу Crop Grid. Она у вас срезает ее. Теперь у нас группа готова. И давайте попробуем запустить эффект на ней. Нажимаем так и exit. Значит, я выбираю приборы, бимы, нажимаю locate. Приборы включились. Дальше я нажимаю шепцы эффекта, keyframe, создать. Теперь пульт спрашивает, какой будет у нас первый шаг. То есть, keyframe, эффект, это, грубо говоря, эффект записанный пошагово. И он потом будет работать, проходя по всем этим шагам. А дальше потом вы увидите, какие еще возможности у вас есть. То есть, если мне нужно сделать банальный эффект влета приборов, когда приборы влетают вверх, выключаются, спускаются вниз выключенными, опять поднимаются вверх и так далее. Чтобы это сделать, для этого запишем первый шаг, когда все приборы будут смотреть наверх. То есть, я использую колесо. Вот здесь, видите, меняется. Я поднимаю наверх приборы и нажимаю add frame, чтобы добавить это как первый шаг. Теперь я опускаю приборы вниз. Нажимаю add frame, чтобы добавить как второй шаг и нажимаю finish recording frames. Теперь вы видите, что приборы двигаются вверх и вниз. Дальше, для того, чтобы сделать так, что приборы при влете вверх, они у вас выключались, надо добавить атрибут диммера. То есть, мы нажимаем еще раз плюс, добавляем еще один слой. И первым шагом будет диммер на 100%, добавить, диммер на 0, добавить, выключить. Теперь получается, приборы поднимаются вверх и вниз. Но, как вы видите, когда приборы идут вниз, они плавно выключаются. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы когда они у вас дошли до верхней точки, приборы просто выключались и спускались вниз. Для этого, теперь обратите внимание на окно редактор эффектов. В левой части окна у вас показаны слои. То есть, первый слой, вот два шага. Вы можете больше, чем два шага делать. То есть, там не имеет значения. Другое количество можете выставить. Это второй шаг. То есть, первый шаг у нас это шаг по позиции. А второй это слой по диммеру. Теперь смотрите, первый шаг у слоя движения. Когда прибор находится наверху. В этот момент диммер должен выключаться. То есть, на самом верху, когда у вашего прибора, он должен выключиться. То есть, теперь смотрим вот сюда. Теперь вот это диммерный эффект. Первый шаг. То есть, между первым и вторым шагом. То есть, когда приборы идут сверху вниз. Приборы должны быть выключены. То есть, мы берем вот эту кривую диммерного канала. Убираем ее. Ставим ее вот так. И убираем midpoint. Все налево, до конца. Теперь вы видите. Ваши приборы влетают наверх. Выключаются и опускаются вместе. То есть, это уже нормально. Но, единственное, что нам опять не хватает здесь. Это именно, чтобы у нас влетали, например, приборы по трассе. Например, чтобы первый трасс ушел, второй, третий, четвертый. То есть, они шли по отдельности. Для этого вы обучаете этот эффект direction. То есть, направление эффекта. Снизу вверх. Нажимаете снизу вверх. И все, что осталось добавить, это разброс, spread. То есть, используя колесико 1, поднимаете его. Например, вот 5. 5 я поставлю. Видите, уже получается интересный эффект. Теперь, что еще можно сделать. Можно нажать direction. И поменять, например, с этого угла в тот, по диагонали. Вот так, раз. И уже эффект у вас новый пошел. Опять же, как только вам понравился эффект, просто нажимаете record и сохраняете его в том режиме, который вам нужно. То есть, если сохраните в канальном, то вы можете сохранить его именно без цветов. Таким образом, вы можете увидеть, что если я здесь могу легко поменять направление эффекта. Видите, теперь из края в середину. И вон, куча разных эффектов. То есть, из одного эффекта вы можете получить кучу разных эффектов, просто поменяв направление или поменяв разброс прибора. Вот. Я уверен, что многие из вас это уже делают. Может быть, я просто повторяюсь. Но будет, я думаю, интересно тем, которые не умеют этим эффектом еще пользоваться. Значит, что еще можно сделать? Здесь можно также добавить, скажем, такой эффект, что, например, давайте сделаем так, что когда приборы смотрят вниз или то есть ниже половины вот этого положения прибора, они будут смотреться синего цвета. Когда приборы смотрятся наверх, они будут красного цвета. И нам нужно сделать так, чтобы все было синхронно с положением прибора. Нажимаем плюс. Еще один слой. И теперь выбираем так. Красный цвет. Первый шаг. Синий цвет. Второй шаг. Закончили. Теперь вы видите, приборы наверху красного цвета, внизу синего цвета. Но вы видите, что посередине они у вас потихонечку меняют цвет с синего на красный. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы резкий был переход между красным и синим. Для этого вы выбираете вашу кривую этого канала. То есть кривая показывает плавность перехода между шагами. То есть в данный момент, видите, она линейная. Значит, это будет плавный переход с одного цвета на другой. А если я сделаю вот так и, скажем, здесь поменяю. Вот теперь вы видите, что приборы у вас резко меняют с синего на красный цвет. Опять же, чтобы добиться такого же эффекта, раньше приходилось тратить очень много времени. Вот. И здесь не надо считать никакие углы, количество не надо считать. Все здесь это решается с помощью направления, а также разброса приборов. Вот. Если, скажем, вам надо поменять, сделать вместо красного цвета, вам, оказывается, надо было сделать желтого цвета. Просто все, что вам надо сделать, нажать вот здесь вот, например, ручка, значок или карандаш, нажимает сюда. Он спрашивает, на какой цвет хотите поменять. Я говорю, на желтый. Он говорит, заменить фрейм один, то есть первую штучку. Я говорю, да, заменить первую. Все, видите, у вас цвет здесь поменялся, нажимаем финиш. Теперь у вас синий и красный цвет. И вы также можете подряд прям наклепать столько шагов, сколько вам нужно. Вот. Если у вас несколько, то есть когда мы вот здесь добавляли к своему кейфрейму, вы можете добавить также эффект пиксельмаппинга. То есть, скажем, вы можете сделать так, что направление вот этот эффект у вас идет от кейфрейм, да, то есть поднимается снизу вверх. А, скажем, цвет у вас накладывается динамично, используя пиксельмаппинг. Если вам это нужно, нажимаете пиксельмаппер эффект. То есть вы будете на него, на движение накладывать цвета из пиксельмаппера. Вот. Еще что можно сделать. Здесь, если у вас, скажем, не один слой, то смотрите, в чем разница между слоями и новым кейфрейм эффектом. В том, что если вы используете слой под одним кейфрейм эффектом, то тогда у вас скорость кейфрейм эффекта на любой из ваших слоев идет одинаково. Идет одинаково. То есть, если скорость идет одинаковая. То есть, если я, например, скажу, мне нужно скорость поменять, сделать в два раза медленнее, 15 бит per minute. То есть, эта скорость наложится у вас на все слои одновременно. То же самое и направление, и фазы, и разброс у вас будет идти на все вместе. А если вам нужно, например, сверху наложить эффект, который будет идти параллельно, но с другой скоростью, с различной скоростью, тогда вы просто нажимаете плюс и добавляете кейфрейм шейп новый, и у него будет свое направление, своя скорость и так далее. Есть еще несколько вещей, которые вам будут интересны. Это, само собой, скорость эффекта. Это есть такая вещь, как бит пер сайкл. То есть, сколько... То есть, у вас здесь есть три опции. Custom, Spread и Keyframe. Это была функция добавлена 10.1. То есть, если вкратце описать, это значит скорость выполнения всего вот этого эффекта. То есть, между первым и вторым шагом вы выбираете. То есть, за 15 beats per minute, то есть, за один цикл, сколько у вас должно пройти вот этого эффекта. То есть, цикличность ее. Потом вы можете прицепить beats per cycle, то есть, скорость этого выполнения к разбросу приборов. Там еще есть несколько вариантов, но я думаю, что вы сможете почитать это в мануале. Плюс, есть, само собой, в 10.1 добавлена такая функция Phase Master. Ну, я ее здесь не показываю. Она позволяет вам настраивать запуск, синхронизировать запуск эффектов с пульта, а также с медиа-сервера AI. А также можно просто развернуть эффект в другом направлении. Видите? То есть, вам не надо менять местами шаги. Вы просто раз поймете, направление меняется. Вот. Вот и все. То есть, нажимаем record. И тут даже вот. Чуть слома грязи. Да? Сохраним их. То есть, если надо, просто поднимаем. У вас запустился эффект. Вот. Еще один эффект. Еще один вам вариант покажу записи. Это, например, можно сделать не записи, а эффекта. То есть, скажем, если у нас вот есть группа BMFL приборов, Robi BMFL, которые смотрят сверху, вот вниз. И, например, по ним надо будет пустить, например, вот определенный эффект. Скажем, я делаю вот такой демо. Вы можете запустить. Выбрали прибор. Нажали locate. Shapes и эффекты. Keyframe. Создать. Скажем, я хочу сделать первый шаг своего эффекта. Это приборы со 100% зумом. То есть, они очень узкие. И, скажем, пусть будет желтого цвета. И я нажимаю add frame. То есть, я два атрибута сохранил вместе. То есть, цвет и размер луча. А потом я говорю, второй шаг будет зум 50%. Цвет будет зеленый. Нажимаем add frame. Второй шаг сохранить. Теперь вы видите, что у вас эффект идет от маленького зума к большому зуму, а также от желтого цвета к зеленому. Теперь вы что можете сделать? Например, вы можете дать такой эффект из середины в разные края и поменять ему спред. То есть, первое колесо вот здесь. Теперь вы видите, что ваш эффект будет идти из середины в края. Можете поменять направление, само собой. И эффект у вас будет идти по диагонали. Можно сделать слева направо, справа налево и так далее. То есть, я использую этот эффект не для такого, конечно. Но если это подходит, скажем, какому-то органическому эффекту, который вы хотите создать на сцене, вы можете это использовать. Я в основном этот эффект использую только с лучами, то есть с шириной луча. Я прописываю некоторые эффекты. Если раньше я делал чейс из трех шагов, например, один из трех, два из трех, три из трех, три из трех, размеры луча. Или по ирису, например. То есть, сейчас я это просто делаю приборы большой луч, узкий луч и пропускаю эффект, например, направление с этого угла по диагонали. Даю спред и все, я могу сохранить. И уже у вас получается тот эффект, который вы добивали, скажем, в течение нескольких минут. Сейчас вы можете сделать в течение каких-то секунд. То есть, нажимаем еще раз record, сохранить и так далее. То есть, опять же, не забываем то, что keyframe shape это эффектор, который работает с абсолютными величинами. То есть, если даже, скажем, я запускал сейчас эффекты. Конечно, я запускал с помощью BMFL, с помощью LED-бимов, у которых есть, например, RGB или CMY. А вы можете спросить, хорошо, а что нам делать, например, если PixelMapper не работает с цветами, например, скажем, на бимах? Такие, скажем, приборы, как Sharpie или Pointie. Как тогда с ними работать? А работая в кейфреймах, вы можете, на самом деле, закидывать смену цвета, например, скажем, если настроите красную палету на ваш бимовый прибор. И настройте синюю палету на ваш бимовый прибор. И скажете ему, меняясь с красного на синий цвет по диагонали. Пульт будет это исполнять. То есть, вы можете теперь сочетать RGB CMY прибора также с приборами, у которых только есть колесо. И можете накладывать этот эффект, опять же, не только на цвета, но и на любой другой атрибут. То есть, это универсальный эффект, который работает на все возможные атрибуты. Вот, это, в общем-то, все на сегодня. Опять же, эти все эффекты у вас подвергаются управлению. Скорость этих эффектов может управляться с помощью Rate Master и так далее. И вы можете управлять этими эффектами как глобально, с помощью как из Colorate Master, а также индивидуально с помощью настроек управления фейдером. Вот. Если будут у вас еще какие-то вопросы, обращайтесь. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо большое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok